следующая тема мне понравилось вот этот этот человек каким чудом талантливый человек он брал пальцем водил по экрану и у него вот это все рисовалось я был в шоке вот это наглядность и он начал доказывать что деревья создают воду может это просто фраза это неправда деревья воду не создают деревья создают с помощью воды специальной водной растворки для кормления клеток ну и там еще есть несколько функций у этой самой у этого раствора вода но дело в другом вот я посмотрел все прекрасно но если не придираться к названию идем дальше вот посмотрите это все пальцем рисовал на экране я был в шоке я удивлялся вот бы мне такого помощника я сам так не умею а что мне не понравилось все скажу вот это видите это тоже это его это всего фильма я просто брала что я фотографировал с экрана с экрана фотографии дел вот так вот так выглядит лес вот так выглядит дождевая тучи тубан вот и его финальный рисунок я его очень поздравляю я очень благодарен единственное что он не сделал акцент именно для нас садовод он же правильно рассказал с неба падает если дерево допустим долго не было дождей через листья всасывает влагу да да вот этот огромный бассейн лесной он является резервуаром влаги я с ним согласен тут спорить нечем с одной стороны да вот другой стороны когда дождя нет влага испаряется из листьев а значит и земли то есть данном случае деревья являются регулировщиками содержание влаги в почве на тебя добавил почему потому что мне понравился в конце он сказал что большие прибрежные площади когда вырубили наступают легко догадаться наводнение и это правда знаете когда много лет сквозь пальцы смотрели там же миллиарды когда вырубали гигантские площади в сибири а потом пришла беда в одном месте наводнение в другом засуха и пожары сейчас вроде бы наладилось это дело будем надеяться что может быть лекцию прочитали этим кто должен следить за этим что так дальше нельзя природу калечить и тогда я вспомнил о том что я садовод я должен показать что вот эти вот схемы неправильно вот я сам начинал не с садоводства а походу в лес начиная со школы я ночевал когда в лесу праздновал 20 30 40 50 60 лет и ночевал тайге и всегда любой дождь на меня не падала ни одной капли потому что я очень близко садился к штамбу большого-большого даже старого дерева естественно их никто не прорежал вот и все капли падали на периферии тогда я когда помнил сам я сделал вот такой фотография это фотография любительская но если лучше не сделают это надо специально такие делать еще более как нужно более наглядно почему посмотрите это мой сад а как же вот видите вот это самое небольшое сооружение там насос электрический вот там под этой крыши это слева а справа абрикосы значит это мой сад то есть вот привязка с местности вот этот самый помещение для насоса электрического чтобы на него вода не лилась а здесь идет про юный дождь а я нахожусь в беседке стою и в упор помните я хвастался у меня отдельные листья вместе с плодами в беседку влазят вот и я прикалывался перед этими перед телевидением когда бы сидели наливали в полюбке чай вести чаю конечно вот и значит не поднимаешься люди протягивали руку я же этим даже хвастался протягивали руку срывали абрикос для того чтобы не закусить делать чай просто съесть и вот тогда получалось однажды похватился сделал вот это слива дело в том что еще раз вот это неправильно вот он должен показать что чем ближе к штабу тем суше и это есть основополагающая причина расположение листьев форма листьев наклон листьев ребра жесткость вот так наклон веток который естественно не подходил не гнул не резал и это все способствует тому чтобы вода продала до периферии там где кончики вот они корни нарисуют там где кончики корней и тогда получается в любое время кончики корней даже в засуху бывают небольшие дожди у меня такой год был они получают максимальное количество влаги все вот уж какая уж совсем мало но там куда надо еще раз там куда надо и вот этого элементарного вещи для чего такие листья для чего ребра живут наклон почему веток листьев наклон почему он нужен почему нельзя подходить дереву просто так и сказать это лишнее веток я вот этого понять его как до сих пор вся эта гигантская масса людей половины из которых нет 90 процентов это самозванное они себя не имея ничего самая и профессии нет и звание они себя называют экспертами на 10 процентов это все сотни людей ну это те помните выпуски температуры неужели их этому учили они не знают для чего листья нужны и почему еще почему это быть максимум максимум листьев это фотосинтез от этого зависит все и урожай и от того ветка по бесплодной или плода вы видите сколько я договорил вот а все почему брат виноват вот не было бы это тело зачем ты мне брат или владимир заприсал вот эту вот ссылку я открыл завод схватился нагляднейший материал и с ошибкой идет так дождь насквозь вот тогда если вот так шел вот уж придумать прорядить крону это ж такое догадаться до такого а потом еще объясню зачем им штамп вы искусственный нужен это чуть ниже уже объяснял а остановиться не могу а еще знаете почему не могу сказать я посмотрел по серии вебинар увидели человек на 100 больше чем предпоследний вдруг ни с того ни сего лишнюю суть а если это новички а если кто-то из вас где-то на чужом са с чужом этом канале так или как они называются сайте сказал послушайте а вот вам ссылка вот какой-то самый бизон или как-то youtube вот ссылка и вот лишние сотни людей а это первое увидит вот это а еще сотни добавится после этого вебинара вы представляете пусть уже не миллионами но по 100 человек прибавлять будем ведь это так как можно было это и преподавать в институте помните изувеченное дерево больное листья все и можем смерть близка вот смотреть жутко имеет вот такую форму и вместо того чтобы сказать поищите причину а вы теперь раскройте его вы теперь вырежьте серёдку чтобы было вот так чаша наоборот вы представляете с этого этому дереву сделать чашу в середке а куда тогда вода польется ну все вот я все пытаюсь более когда более красноречиво еще красноречиво ну а это же проблема тут же раз не надо резать не будет раз на кольцо и не будет повода спорить рано на кольцо зарастает и зарастает вот правда на концу безобидно или все-таки смертельно почему доставьте дерево покоя и тогда не о чем спорить будет а то знаете до 100 до того я говорю я всегда удивлялся сколько чертей у месяца до конца иглы я не видел ни одного черта даже всю жизнь правда не напивался последний раз студентом помню где было чертей как я могу спорить а те кто спорит сколько чертей вместо на конце иглы это сколько надо выпить водки самогонки коньяку одному покажется три черта а другого 5 они будут спорить а споры назовут богословские и тогда если один раз видимо объяснить для чего нужны листья фотосинтез значит каждый лист он ценит оторвал лист это вид обрезки все пусть один из тысячи пусть повредил всего одну тысячу пусть дерево не заметит заметит вот выгорелся валерий константинович доброго времени суток читаю вашу книгу просто восторге смотрите это не я хотя честно слова как на какой бесценный кладезь наглядь и опыта и профессиональной мудрости концентрированная страница и главное все написано лаконично и понятно за простой чек это не камни если вот эту продюсер книгу да это процент к эти же самые знаете как он делал временами уже сколько седьмой год идут вот а все это можно в текст а можно как у него на странице две-три темы редко по одной все сконцентрировано вот это я вот я так поговорить это павел троценко редактор и мы всем эти деньги делим пополам как которые удается заработать но как заработать вот как было 600 книг так 500 и осталось годы идут идем дальше но спасибо за за то что вы меня по криву похвалили ваш пример очень мотивирует и вдохновляет мне раньше нравилось садоводство дайте вот это пропущу сделать алтай сделать а надеюсь получить сделать вот та еще одну колыбель настоящего садоводства так теперь правильно ли я понимаю по сервису своих действий это очень важно почему это касается многих и один же алтай собирается сад разводить среди вас многие вот предлагается все еще одна деться что я одобрю покупаю вас саженцы до закладки вашего здоровья через год-два чтобы мандеринские деревья успели хоть немного подрасти из них можно было нарезать черенки покупаю скучки семечки через год-два ошибка страшно потерять один-два года садовода нельзя и так косточки семечки корнистом суды будущих подвоев то есть на что прививать и высажена пострадавец и видео и вот это все допустим место этого правильно молодец в одно двухлетний в возрасте подвоев получается 3-5 лет я делаю крыльки вы чё смеете что 3-5 лет я сейчас скажу как я начинал сказать и так у меня сжигают это очень важно это не совсем так но я беру идеальный случай у меня сжигает сад я увольняюсь с этого самого завода вот значит так сложилось значит у меня кроме купленного на последние деньги автомобиля пока ничего нет вот я сажусь в эту окку иногда я не толкаю туда за бедя везет по-разному бывало не очень удачное изделие еду в тайгу выкапываю багажники небольшой бы есть 10-20 саженцев этих сибирсковыми земли привожу в деревню высаживаю высаживаю это весна вот далее через 10-15 дней ставят на колени я приваю порядка 500-550 саженцев и у меня получается 500 деревьев они с комами земли а уже у меня уже до это уже было очень ну не зря же сожгли полторы тысячи яблони полносящих у меня уже было как бы задел и погреба была добра полна побегал по соседям кому дарил эти саженцы друзьям собрал опять с мою же коллекцию так привил и получил дух дух мощных это просто удивительно полутора двухлетних мощных яблонь сразу святощих почках почему выкопал двух-трехлетки далее осенью ну и остаточек весной я продал их по 500 рублей у меня в кармане было четверть миллиона понимаете когда я увольнялся у меня 33 30 тысяч дали в качестве этих как называется быть и по выходного пособия 30 тысяч у меня была задачка и я до 60 тысяч купила q так а здесь я сразу получил через четыре месяца остаток весной округлим четверть миллиона было было вот если бы не спешил продавал боже не под 500 по 1000 рублей тогда дольше бы растянул продажу вот это крайний случай а ваш случай накидываем еще год за то чтобы сразу вот сейчас купить семена по двое и уже следующий весной привить и накидываем всего года получается полтора года у вас это ведь уже где-то там было насчет продажи сейчас сейчас ах да промышленный сад вот сейчас вы его и закладываете какие 35 лет поймите я от всей души говорю мой опыт он бесценен его даже цены нет потому что а промышленный сад вот череды 5 лет размечтались а если неудачи а еще сколько надо чтобы как можно быстрее начать чтобы нивелировать неудачи вы можете у меня получилось тут 99 процентов приживаемость прививок а вас вот 50 до чего надо два раза больше или два раза больше всего вращать или два раза дольше а это уже будет объективная картина в этом году не пошло мертвое значит еще накидываем вот она и получится у вас 35 как вы хотели вот так я не знаю убедительная убедил или нет евгения я сказал отвечу на вебинаре как могу можно было бы подробнее со всеми этими ну как мог рассказать а вот то что вам надо это уникальная вещь вот этого нет вот по количеству и по качеству косточек это не единственная коллекция россии но главное это главная коллекция вот вот это есть то что вам надо ну а дальше сделаем от вас будет зависеть ну а работа идет я не скажу что бодро идет третий день ни одного заката нет один заказ был нет один нож приобрели и и а и книга вот это же книгу приобрели книгу и 10 косточек дней ну за три дня извините так это точно ноги протянуть можно вот это вот работа это все недавно видите январь вот это уже за два дня до когда это было на неделю назад еще раз профессиональная работа это когда двойная упаковка когда все это закуплено все это вышел качество там еще пленка пупырчатая специально вот это еще не все вот а потом еще вчера был день рождения у юлии сергеевны мельникова главная моя помощница она вчера я поздравлял от всей души теперь я поздравляю еще от вас вот посмотрите что интересно да вот ну сколько она высылала посылок 20 15 25 это так я не считал я научил всему научил ворачивать проращивать укоренять вот мы чтобы маленькие вот чем может то может ну хоть один бы сказал садится неправильно упаковка неправильно пути засохла заберзла скрива чуть такое вот чех абсолютно кристально которого не прилипло и одно это самое и одно обидное слово ладно давайте от вашего тоже поздравлю поздравляем или сергей ну череночки вот они все держи как-то показывал а почему показывающие у меня есть специальные фильмы я их вам высылаю вот они у меня без диск номер 16 называется черенки животворящие отрезаны верхушки я всегда получал верхушки вот и мы наверно сегодня до этого не дойдем а до чего мы не дойдем вы увидите как женщина опять симпатичная опять такая замечательная вот у которой это по недоразумению занимается учебой нас учит у его руках значит черенок длиной 2 карандаша до 2 карандаша вот или кто-то из наших писал этот ролик и там делается страшная рада она вообще это рада не нужно вырезала страшную рану ставила черенок верхушку и ведь все кто за ней повторят я я все не успею а заранее говорю а вдруг уже это последний вебинар я все время живу как последний день так такая жизнь меня вот я вынужден так же как последний день и тогда вы уже будете знать вот черенок метровая в основном если полутора битва вот как видите слева такой толстый а есть метровая полметра выбрасываю остальное вам высылаю но не наоборот вот и тогда получается следующее качество получается а те все а допустим 100 человек посмотрел этот ролик я вам покажу я не покажу ролик я покажу этот ужас виде фотографии снятые с экрана этот ужас покажу верхушки и все кто возьмет верхушки то их привьет следом за не как она учит сделала страшнейшую раду которую пойдет мороз причем рада вообще там не нужно просто вот не нужно вот не нужно еще вот зачем она сделала вот 100 и 100 и удача тысяча посмотрите удача а там идет идет до десятки тысяч зачем десятки тысяч посмотрели до что приведет к стопроцентной неудачи думать я расхвалю сущности дед не покупайте зачем вот я просто показал так и навязчиво ну и вот еще значит что мы покупаем еще пищевую пленку покупаем так то есть а еще пленку этого круто как она куда дешевая рублей по тридцать получается вот эти вроде в общем вот всего что получается до воду на такая же пленка еще вот это все нужно для того чтобы вам выслать и потратить определенное количество денег вот чтобы еще поделиться доходами тогда я решил так так как я не раз хвастался что это половину кто а то время такое тогда я просто скажу значит я делаю бесплатные подарки прямо так ответ кати пишу вот чек открывает мое письмо там написано в каждую посылку семенами черенками независимо сверх заказа подарок бесплатно семена кошки абрикоса мазурского я специально почему по двое 10 штук китай как раз на синие а еще есть красно-желтая они тут даже не повез какая лучше 10 штук может быть кому-то красно-синяя красно-желтая семечка шурицкая груша 10 штук все это всходит из 30 20 . и предлагаю за 100 рублей мою брошюру человек который служит господи это бесплатно это это возьму-ка я брошюру не будем научиться из каждых двадцати-тридцати доходит человек который говорит подарки я принимаю а брошюру мне не надо нам есть или просто не хочет за нее платить 100 рублей я не обижаюсь это высылаю вот без брошюры а дальше только хочет вроде никого не обманул вот подарок есть подарок сало как сало и тогда получается если брошюра 100 рублей а если 4 то не 400 рублей а только 200 и тогда я сказал следующее ребята впереди праздники каждый год перед 23 февраля и перед вашим марта это наша беда праздники были на новый год на день рождения вот значит дальше праздники были рождественские а праздники и соответственно подарки наши рождественские праздники потом теперь впереди еще два и самая страшная беда как называется 8 марта такое эроличное название 8 марта это день день флаконов пены для бритья мой вариант и каждый год я говорю и никто этого не идет за 200 рублей и 4 все качественные почему до мало выписывают да мало это интересуются но те кто выписал и 1 камня мой адрес и единого понимаете и единого обрезка спасающие и губительные за 50 рублей раздали 50 50 50 50 сколько можно спасти деревьев сотни тысяч и вот я написал впереди праздники ребята заказывайте